Друзья, вы меня часто спрашиваете, где можно продать ваши находки. Так вот, на аукционе Виолити вы можете получить экспертную оценку, выгодно продать вашу находку, а также выполнить вашу коллекцию интересными экземплярами. Ссылочка будет в описании к видео. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Михаил, мой канал на YouTube Низматик ТВ. В этом видео я хотел бы продемонстрировать вам очень редкую монету Украины. Это 25 копеек 1992 года, которая обозначена в каталоге Игоря Тимофеевича Коломитца как 5.1 ДАГ. Сегодня мы разберем главные отличительные особенности данной монеты и расскажу вам о том, за сколько ее можно продать. Начнем мы по традиции с лицевой стороны с аверса монеты, для которого характерны следующие признаки. Средний зуб трезубца закругленный и толстый, листья плоские, расположены в одной плоскости. Шрифт условия Украина толстый, буковка Е имеет хвостик внизу, который упирается в буковку Н. Пытаюсь вам это наглядно показать. Действительно видно, что это характерно освещение для штампов 5 у 25 копеек. 5.1, 5.2, 5.3. На остальных же штампах такой особенности вы не заметите. И также стоит отметить, что с правой стороны второго колосса находятся три зерна. Как у нас считается общий колоссия? То есть вот у нас первый колосс, второй колосс, третий, четвертый колосс. То есть у нас второй колосс, и с его правой стороны, вот правая сторона, 1, 2, 3 колосса находятся. Вот, ну это уже такая не особо важная особенность. То есть главная особенность заключается именно в шрифте, в толстом трезубце. Почему-то многие опутают этот штамп с штампом 3, поскольку у обеих монет толстые трезубцы, они чем-то схожи, да? Однако колоссальная разница у них в шрифте. Обратите на это внимание, насколько здесь более толстый шрифт. Ну и, конечно, буковка Е упирается в буковку Н. Здесь же, конечно, такого мы не наблюдаем. Поэтому на это обязательно обращайте ваше внимание, друзья. Ну, можно сказать, что этот штамп, это, можно сказать, уменьшенная копия штампа 3 у 50 копеечной монеты. То есть они очень похожи. Очень похожи, хотя вот именно отличная особенность касательно буквы Е. Характерно только для 25 копеечной монеты, но так в целом по рельефу, по шрифту они очень похожи. Вот, касаемо гурта монеты, он гладкий. Он гладкий, это очень редкое явление на 25 копеечных монетах. Обратная сторона монеты, ее реверс характеризуется как штамп ДА. Давайте разберем его главные особенности. Ягоды крупные, слипшиеся, шрифт широкий, рельефный. Гроздь номер 2 в форме тупоугольного треугольника. Вот у нас гроздь номер 2. Как считается, гроздь, в который раз напомню, вот по часовой стрелке, начиная от этой грозди. Первая, вторая, третья и так далее. Вот у нас вторая гроздь в форме тупоугольного треугольника. Многие гроздь действительно слипшиеся. Вот, это тоже такая яркая выразительная особенность этой монеты. И правая ягода пятой грозди находится под левой стойкой буквы П. То есть, у нас, смотрите, первая, вторая, третья, четвертая, пятая гроздь. Пятая гроздь, у нас здесь самая правая ягода, вот эта вот, она находится под левой стойкой буквы П. Вот, вот такая вот монета. Я недавно обозревал тоже очень редкую монету, которая имела штамп 5.1. Но у нее обратная сторона уже была не ДА, а АА. То есть, это обычная тальяшка. Но в сочетании с штампом 5.1 она стоила порядка 1200-1300 гривен. Эта же монета стоит куда дороже. Ее стоимость в таком состоянии составляет по последним проходам около 3500 гривен. Даже там монета была похуже, которая за эту сумму ушла. То есть, ну, в целом, я бы оценил эту монету где-то 3700, даже может до 4000 гривен. Если же сохранность монеты приближена к идеалу, то вполне может доходить цена монеты до 200 долларов. Так указано и в каталоге. Стоимость этой монеты от 100 до 200 долларов. То есть, вот такой вот очень интересный экземпляр с кладким гуртом. Значит, хотелось бы отметить, что данная монета обозначена в каталоге не как пробная, а как оборотная монета. Просто очень редкая. То есть, у нее аж седьмая степень редкости. У коломницы там начинаются от единицы обозначения редкости. Двойка, тройка, четвертка, пятерка, шестерка и семерка. Это вот самые редкие монеты, которые реально встретят в обращении. То есть, эту монету реально все-таки встретить еще в обращении. Дальше уже идут пробники, которые в обращении встретить нереально. Но эта монета к таким не относится, хотя многие считают ее пробной. Но на деле это не так. Поэтому у вас тоже есть шанс выловить эту монету из обращения. Эта монета лично была выловлена из обращения. Не мною, но другим человеком. То есть, факт остается фактом. И терять надежду, друзья, не стоит. Поэтому я вам желаю удачных находок. До новых встреч. И всем пока. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok